Здравствуйте! В эфире первого ярославского программа «Я плюс спорт», в которой мы рассказываем о спортивной жизни нашей области. В студии Михаил Журавлев. Полумарафон, открытие стадиона и все это во Всемирный день туризма. В Ростове-Великом состоялся большой праздник спорта. После масштабной реконструкции в городе открылся обновленный стадион «Спартак». А более полутора тысяч любителей бега вышли на старт с заключительного полумарафона серии «Бегом по Золотому кольцу». Побывала на празднике и наша съемочная группа. Эти музыканты, конечно же, лукавят. Увидеть бегунов в центре Ростова, тем более в таком количестве, можно нечасто. В воскресенье туристическая МЕКО области на один день превратилась в настоящую беговую столицу России. На старт полумарафона «Ростов-Великий» вышло порядка полутора тысяч участников. Три, два, один, стоп! Участники и болельщики ростовского этапа «Бегом по Золотому кольцу» оценили не только масштаб мероприятия, но и красоту города. Я вообще очень счастлива на самом деле участвовать в таких соревнованиях. Ну а сам город, сам стадион и вообще сама атмосфера просто замечательная. Атмосфера праздника, спортивной жизни, здоровой жизни рулит. Я в этом году бегал только 10-километровой дистанции на время, а 21 километр я попробовал без времени, просто так для себя пробежать первый раз. И, в общем, довольно неплохо получилось. Вот решил закрепить результат. Празднику бега в Ростове-Великом предшествовало еще одно знаменательное событие. В городе после реконструкции свои двери вновь распахнул обновленный стадион «Спартак». Забег, бегом по Золотому кольцу, первое соревнование, которое проходит на этих дорожках. Я абсолютно уверен, что этот стадион придется ко двору для жителей города Ростова, Ростовского муниципального района. Надеюсь, что спорт простой сводом этого объекта пойдет в гору. Более того, руководством многофункционального комплекса «Спартак» надеются, что для жителей Ростова он станет домом спорта. Новый стадион – это беговые дорожки, ледовый корт, площадка для игры в баскетбол и волейбол, а самое главное – трибуны на 1200 посадочных мест и новое футбольное поле. У нас 400 детей только футболом занимаются. Поля у них нет вообще. У нас есть спортивные площадки, а вот такого хорошего, качественного поля, на котором они играют две недели и не нарадуются, когда взрослая команда пришла, поле не то что руками трогало, но лежало, готово было целовать. Настолько они действительно ждали. Теперь с появлением нового стадиона ростовчане надеются не только повысить успехи в уже имеющихся видах спорта, но и возродить некогда популярное в городе хоккей с мячом и футбол на снегу. Проект же «Бегом по Золотому кольцу» на этом тоже не заканчивается. В следующем году беговую традицию планируется продолжить, дополнив серию городами соседних областей. Ярославские кудаисты блестяще выступили на проходившем в Иваново всероссийском турнире на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна. В общей сложности наши спортсмены завоевали 25 медалей, в том числе 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Отметим, это первый турнир для кудаистов в нынешнем сезоне. Всего в Ивановских соревнованиях приняло участие более 170 спортсменов из 14 регионов России. Ну а в Ярославле прошел всероссийский турнир по самбо на Кубок губернатора. В традиционных соревнованиях приняло участие более 180 спортсменов из 18 регионов России. В нашу область представили самбисты из Ярославля, Рыбинска и Тутаева. В итоге в личном зачете ярославцы завоевали 3 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. А также стали победителями в командном первенстве. Турнир стал этапом к первенству России. И представляете, ребята, которые сейчас поедут, первые и вторые номера, они попадают на первенство России. Поэтому сейчас здесь такого местечкового турнира нет. Это уже такой всероссийский турнир, потому что все хотят выйти на первенство России. Отметим, что ярославские соревнования проходили в рамках областной акции «Наша жизнь в наших руках». Ее цель – популяризация здорового образа жизни и профилактика аддиктивного поведения у детей и подростков. Планируется, что в течение этого месяца, во время проведения всех региональных состязаний, тренеры и представители спортивной общественности будут проводить соответствующие беседы как со спортсменами, так и с их родителями, а также зрителями соревнований. В Ярославле прошел всероссийский турнир по фехтованию памяти Михаила Бородина. В наш город съехались юные раперисты со всей России, чтобы побороться за право отстаивать честь страны на предстоящем первенстве Европы. За поединками мушкетеров наблюдала и наша съемочная группа. Быстрота реакции, сила, ловкость, хитрость и выносливость. Без всех этих качеств фехтований не бойтесь. Но любят свой вид спорта раперисты не за это. Во-первых, очень изящный вид спорта и какая-то интрига такая. Когда наносишь уколы, это очень большая радость. Сильнейший юный раперист России собирается в нашем городе уже не первый год. На восьми дорожках отношения выясняют спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Куска и, конечно, Ярославля. Я уже провел пять боев. Четыре выиграл, один проиграл. Я настраиваюсь войти в восьмерку. Ну, быть, восьмью из всего 120. Для этого я стараюсь пока что. Среди гостей турнира заслуженный тренер России, отец олимпийской чемпионки Виктории Никишиной, Александр Никишин. Сам в прошлом выдающийся фехтовальщик Александр Георгиевич уже больше 30 лет воспитывает молодое поколение раперистов. На Ярославские соревнования привез из Подмосковья четырех воспитанников. Не скрывает, восхищен масштабом и качеством проведения турнира. Вот посмотрите, какое представительство в зале. Все регионы, которые развивают фехтование здесь. Почему? Потому что этот турнир, во-первых, он традиционный, это раз. А во-вторых, ну, центра фехтования здесь не быть, значит, ты пропустил что-то большое. Получается, неофициальное первенство России. Ярославские соревнования являются для спортсменов отборочными. Лучшие среди кадетов получат право представлять Россию на первенстве Европы. Ярославский боксер Вадим Фокин стал серебряным призером Всероссийского турнира на призы двукратного чемпиона Олимпийских игр Бориса Лагутина. В этом году традиционные соревнования собрали в столице более ста сильнейших юных боксеров из разных уголков России. В итоге в весовой категории до 56 килограммов серебряную медаль завоевал наш земляк. В середине октября Вадим отправится в Анапу, где будет проходить тренировочный сбор российской команды перед предстоящим первенством Европы. Ну а рыбинский шорт-рекист Артем Козлов вошел в окончательный состав сборной России для участия в первых этапах Кубка мира. Артем уже хорошо себя проявил на первом этапе Кубка страны и розыгрыше Кубка Союза конькобежцев России, завоевав в общей сложности две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Теперь ему предстоит защищать честь нашего триколора в Канаде. Именно в стране кленового листа в начале ноября и пройдут два первых этапа Кубка планеты. Женщин и мужчин. Профессиональный баскетболист работает для зрителя и вдвойне приятно, что я оказался на ярославской земле и мне можно заразить баскетболом юноши и детское поколение. Показать детям свои приемы, научить им чему-то нового и заразить главное самое баскетболом, чтобы они стремились к своим мечтам и занимались спортом. Помимо практических занятий, семинар включал в себя и теоретическую часть. Так Сергей Фомин рассказал преподавателям школы о некоторых тонкостях современного баскетбольного судейства, а также основных тренерских ошибках при работе с молодежью. Мы уже договорились о том, что наше сотрудничество продолжится, что мы скорее всего до нового года проведем уже в полном объеме нашу школу современного баскетбола, где будут у нас и занятия теоретические, практические. И приедем мы не вдвоем, а приедем в гораздо более расширенном составе. Это была программа «Я плюс спорт» и я ее ведущий Михаил Журавлев. Живите спортом и оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!